обгоняем например вот этот вот крем он стоит пять тысяч четыреста сорок девять рублей ладно короче влог будет веселый так как у нас крестинка с нами привет мои крошечки решила снять для вас влог сегодня у нас на улице погода не айс сегодня воскресенье мы с малышом собираемся куда собираемся ложку забыл на балконе чайную мы собираемся пойти в магазин у меня есть задание от девочек чтобы там померить размеры костюмов определенных так оставлю открытой вот потом что еще так при свете здесь останусь потом нужно заехать за вешалкой в магазин хочу здесь поставить вешалку и спальню сделать вообще прям гардеробную гардеробная и спальня будем спать одеваться там и все и выходить сюда у нас все на целый день закрыта дверь туда так что там будет гардеробная и может быть я начну менять вещи получится какое-нибудь разнообразие вещей потому что я ношу одно и то же то что вот реально под рукой лежит а мне нужно развесить все чтобы я хотя бы видела что у меня за одежда есть может какую-то уже давно не ношу и и мадам кому-нибудь вот что еще хотела сказать ну да еще хочу чтоб малыш побегал погода прям что какая-то дождлива что ли дождь капает какой-то сырость мало сегодня много поспал прям дады пойдем короче одеваемся выйдем из дома наконец-таки отсюда крошки мои кровушки и мне пришел beauty box давайте его разберем посмотрим что там как всегда куча всего и прекрасная коробочка вау две коробочки ничего себе класс две коробочки тоже в них лежит как я уже говорила я обожаю beauty box и ки тем что никогда не знаю что там лежит сюрпризы часто кладут туда новинки и бывают кладут очень дорогие продукты короче я радуюсь ссылку на эти beauty боксики я оставлю под видео кому интересно заходите и если кстати вы напишите промокод селены свои вам еще менять руку в подарок дадут давайте начнем с губок губки губки тут что-то написано всегда красота начинается в тот момент когда ты принимаешь решение быть собой вау коко шанель согласна так что здесь что здесь сейчас почитаю расскажу итак в первой коробочке смотрите сколько всего нам пришло турбослим батончик который все рекламируют клубничный чизкейк это всякие пробнички нам пришли а дальше эта маска для лица алоэ она стоит 90 рублей дальше вот такая масочка с муцином улитки она стоит 59 рублей потом всякие возрастные штучки вот посмотрите значит сначала мыло у нас это сенситив мыло для чувствительной кожи она так пахнет кстати сразу из коробочки люб это у нас идет очищающий лосьон для лица люблю такие маленькие миниатюрки носить их с собой уже сразу думаю о все будет что брать в поездку крем для рук с органовым маслом вот такой вот у нас это у нас крем для сухой кожи для лица это антивозрастной крем разглаживает морщинки все и кстати полная размерная бутылочка здесь всего три миллиграмма для пробы а полноразмерная стоит 2 150 представляете еще кстати здесь проходят разные конкурсы вот например здесь если при заказе ввести промокод френд вот прочитайте чтобы получить набор в подарок при заказе введи пароль френд и как я понимаю вот этот набор стоит 1200 что ли стоимость в магазинах от 1200 для твоей подруги в подарок представляете вот клёво короче здесь надо промокод набрать при заказе нужно почитать все полностью условия бесплатная доставка по россии и получить такой набор еще в подарок также конкурсы у них проходят всякие вот какой-то конкурс тоже поставьте на паузу прочитайте вот давайте откроем вторую коробочку здесь много чего интересного чтобы я хотел попробовать девочки вторая коробочка меня просто супер порадовала потому что здесь полноразмерные 1 2 3 продукта полного размера и все здесь для разглаживания мол морщин и для возрастное анти возрастное то есть все и цены здесь просто невероятные какие-то например например вот этот вот крем он стоит пять тысяч четыреста сорок девять рублей вот коробочка и как я понимаю что это полноразмерный кремушек мне пришел это идет ночной крем лифтинг единственное надо посмотреть какой возраст подходит ли он мне это замечательно потому что у меня начинают заканчиваться крема и я уже думала где я буду брать хорошие крема вот beauty box меня порадовал еще пришла полноразмерная тоже этот дневной крем но он 55 плюс не вея энергия молодости я его отдам маме потому что как раз ей подходит по возрасту уже и у них раз будет 55 на ну скоро в течение года я думаю что ей пригодится ей можно уже мне еще наверное рано дальше идет такая сыворотка кора которая тоже разглаживает мимические морщинки возрастные день и вечер идет омолаживающий эффект это полноразмерные дальше идет вот такой биоптик это под глаза разглаживающий тоже мимические морщинки тоже возраст посмотрю себе я люблю разглаживать под глазками морщинки такой крем кстати стоит 6920 рублей представляете вообще вот как может не радовать такая коробочка люкс просто какой-то потом пришла миниатюр кого такого спрея который наносится в течение дня освежает лицо это же антивозрастная такая сыворотка стоит она 2 150 полноценный это тоже у нас пробничек классно тоже дорогу взять и омолаживаться по дороге также вот такой крем пришел как и в прошлой коробочке тоже антивозрастной теперь у меня их два представляете он тоже не дешево стоит вот такие вот пробнички крема пришли он 5 250 стоит полно ну полноценная коробочка нам пришли два пробника дневного крема тоже можно с собой это женьшень восстанавливающий дневной крем также пришли ароматы кинзо я кинзо люблю у них такие всегда приятные ароматы и вот у нас что turbo slim батончик опять такой же клубничный и вот масочки для лица одна черная который мы все знаем и маска для лица шоколадно апельсиновый мусс я думаю она вкусно пахнет омолаживающая вот такая вот красота просто дорогая коробочка пришла мне за недорогие денежки также здесь можно использовать промокод френд также участвовать в конкурсе вот кому интересно получать такие коробочки то проходите по ссылке под видео указывайте промокоды читайте все внимательно и заказывайте радуйте себя вышли из подъезда на улице дождь и знаете так серо на самом деле на улице и дождь этот никого нету в этом такая какая-то романтика у меня внутри значит что за такое прям такое а мы идем куда-то по делам блин а там по тнт какой-то фильм классный шел как раз один плюс один шел я его смотрела уже и следующий начался где там какой-то карлик парень и девушка и он какой-то как я понимаю там может денежный или чё и что-то он там с языком подвешенным так интересно было фильм этот посмотреть блин надо идти мерить костюмы в общем все побежали денька кстати вот шапки сегодня скажи я да мама сказала холодно на улице есть кстати вот такую штучку нашла прикольная знаете на в прикусочку она фруктовая там для деток с года с одного вот такие они из там фруктовый там еще вот такая фирма очень много разных вкусов мне самой нравится очень вкусная цена ты уже бросишь еще вот а еще смотрела шоу песни и там есть дэнни прям так и называют его дэнни в очках парень прикольно поет прям вот как нас зовут дэнни прикольно все популярные мне кажется этого года блин близится к нулю хорошая песня кстати и брат мне позвонил и говорит где ты мы стоим тут вот рядышком поднимитесь давай давай вот брат позвонил мне я такая думаю что сегодня во влоге снимать на поспал снимал как мы гуляем тут брат звонит и говорит я сегодня у него жена работает на сутках на медсестра или сейчас кстати спросим кем работает натали и толком не могу понять я знаю что с медициной связано а конкретно что все время забываю что мне много знакомых кто-то фельдшеры кто-то медсестры и так далее все спросим если не забуду это такая мог может вылететь из головы вот он звонит мне говорит я сегодня с настюшей вообще когда мужчина с ребенком а еще если он ладно пацаны там до пацан с пацаном а то девочка до мужчина такой весь бутальный большой и с маленькой девочкой они вдвоем время проводят вообще у них очень хорошо получается ладить кстати настика очень любит их обоих и это очень мимишно смотрится так что мы ждем это кто к нам пришел они эту как нет салфетку тебя ну мне потому что все здесь по пакетам я вечно убираю сейчас брат ты чё запачкала там все ты запачкала да а ты знаешь что вот это тебе знаешь вот уже тебе подарок мы все везем везем день где настин подарок где настина зайка смотри он вертится хочет хочет вот она тебе тебе зайку смотри подарили на нравится тебе зайка скажи спасибо девочки которая тебе делала привет передаешь и скажи передаю привет спасибо за зайку скажи спасибо за зайку ага она согласна со мной да нет и че тут кипишусь сестру ли увидел все сейчас пойдем поехали нас как дела у тебя ты думаешь что ты камеру включила с кем там разговаривать да скажи привет мои хорошие дэн скажи привет мои хорошие скажи мам че ты пристала язык показываешь ты глазастик дэн да улыбайся в камеру смотри улыбайся а в беге какая-то вечеринка там танцуют поют сейчас пойдем посмотрим что за на дороге за беспредел дэнка уже сразу побежала мультики включил такие самостоятельные хорошие суши короче мне сейчас прожидать скажу так короче я пришла в бегу и мне все как мне как есть пить в туалет все хочется зрелище хлеба а тебе мне тоже я просто хотелось выйти из дома ну да погода вообще ужасно настроение хорошее как не снимешь везде люди мы припарковались короче дэнка с двумя тачками вообще тут короче кушаем я сделала выбор на вот этой пицце ташир ой нет это не ташир это майбокс да и короче я помните говорил что мне раз что там огромная классная креветка в горячих это называется киото киото называется я решила взять одну острую другую не острую ну и филадельфию классическую как всегда в общем все вкусно я быстро наелась сейчас поедем дальше вы понимали у нас с братом один язык ну мы понимаем друг друга он говорит куда пойдем я говорю сейчас пойдем в леруа берлин взять вешалку а потом в икею взять вешалки на что он мне отвечает сначала атакую потом такие я говорю да все понятно без слов все атакую потом такие вот эту игровую я люблю потому что здесь все безопасно денька может против часовой стрелки подняться здесь она все не скользкая но липкая силиконовая какой-то ну прям как-то не страшно это находится все в миге в наш идет идет мужик идет ничего не боится дурашка маленький катись катись день стоит на горке кайфу как страшно ребенка отдавать вообще вот вот это вот он лазит везде просто дырки выберешься оттуда давай но тут самая безопасная вообще игровая для таких дедов вылазит давай молодец вот он все-все побежал настька денька все врезался врезался остановился дэнни иди на горку как тебе нравится кататься короче он на этой горке просто вот эта горка просто чёрти как чёрти как он с ней слазит так залазит господи и вот так вот мы с нее просто летим девочки это просто какой-то трындец сейчас реально все это детская площадка просто убила меня во первых там очень много детей дэнка со всеми по поврезался по несколько раз дети бегают по старше детей не смотрят вообще то есть там вот такой вот ужас там нужно реально реально за ребенком глаз до глаз короче он там стукнулся плачет там стукнулся плачет там вы кто-то толкнул там то и все короче ну просто плюс он еще бегает по этим горкам совершенно ничего не боится просто летит с них я короче забегалась устала брат пошел мерить там футболку покупать я за насть куда же вообще забыла но она хорошо уже взрослая сама нормально играл там кто-то девочка какая-то обидела я даже не увидела как я говорю ну может она нечаянно тоже наверное врезалась с кем-то в общем она не расстроилась сильно и все эти машинки они с них уже вылазят они капризничают я расстроилась что машинку мы опоздали на три минуты буквально нам уже посчитали второй час мы две машинки брали короче там вроде люди какие-то подошли одну машинку у нас забрали потому что там не было с экраном машинок я говорю мы уже не хотим кататься приходите собирать там переоформили как-то потом короче ну все и уже денька он не ест у меня с трубочки кашу а я забыла бутылку когда он капризничает и хочет спать ему нужна соска или он будет капризничать пока не получится что нужно и короче я забыла соску забыла бутылку и короче он нервничал уже психовал и время уже что-то так быстро пролетело абсолютно ну как бы мало что мы успели сделать в общем я уже мчала на всех парах домой забежала сюда быстро его накормила искупала положила и вот сейчас он полчаса у меня засыпал я не знаю сейчас полдесятого уже наверное фу полдесятого пол одиннадцатого хотя я его кладу в девять вот сто пудов мы с графика сбиваемся я не знаю во сколько он проснется теперь завтра смотрим вот сейчас мама уже мне там звонит ждет моего звонка сейчас любима будет уже назвать потому что нету у меня даже нет секундочки для того чтобы взять трубку или сказать что-то вот она там вибрирует вибрирует телефон и я на самом деле настолько на взводе после всего этого когда все нужно делать что меня лучше не трогать в этот момент я хочу сделать все дела накормила искупала уложила все и мне нужно будет минута вот раствориться в себе я лежу сейчас пока он там вертица крутится засыпает я же не могу не встать ничего он сразу чё куда я думаю вот девочки говорят как ты все успеваешь и ничего не успеваю реально и ничего не успеваю и вот так как я сейчас живу мне немного некомфортно нет мне классно что есть все время дело то все но у меня уже нон стоп очень долгое время и я не пребываю в комфорте я мечтаю немного разгрузить себя видите видите устал выпускать через день я сейчас не представляю даже как их каждый день выпускать просто не представляю это невозможно и да идея очень много желаний очень много есть много моментов я к за которые я уже хочу взяться да но на них просто нет времени меня это расстраивает надо с этим делать что-то пока что я только об этом думаю и желаю ладно мы будем ложиться спать часа буду монтировать для вас видео там в общем отвечать на вопросы в магазине позвоню маме обсужу с ней вопрос как мы там с поездкой будем я же москву еду круче какие-то моменты посмотрим завтра во сколько встанем вам спокойно ночью слышала кстати вино фанагория всю жизнь говорила фанагория я много слов неправильно говорю сейчас кстати сижу реально отдыхаю пью чай и ем бутербродик и просто смотрю дом 2 до этого камеди был и просто вот чувствую что внутри я должна отдохнуть и не подходить вообще к телефону ничего но я с мамой поговорила с любимым поговорила все не знаю хватит и силы у меня ответить на все сообщения в инстаграме или завтра уже еще хотел сказать что мама приготовила офигенные печеночники я в instagram stories кидала она готовила нереально вкусные подвал так кладу на один тоненький хлебушек и вот я за вечер могу три бутерброда таких съесть очень вкусный офигенный рецепт кому интересно спрашивайте в инстаграме я вам скажу но у лена приходила говорит офигенный она тоже заточил три-четыре бутерброда потом любимые пришел моего угостили ему тоже очень понравилось короче очень крутые я заценила спасибо мамочку доброе утро девочки ты не атаково взрослый мальчик сидит тут играет мы с мамой разговариваю о томасе он кстати многие говорили что я покупаю секонд-хенд и походу ничего не ношу девочки у меня просто нужно гардероб разобрать все разложить чтобы было видно я же всегда ношу то что под рукой а то что я сложила в пакет секонд-хенда убрала вот она стоит и ждет хотя порой наткнусь думаю блин надо куда-нибудь одеть эту кофточку вот рубашечка помните вот я захотела в ней сегодня пойти она мне очень нравится ой вот она мне она очень нравится и такое знаете вот сочетание цветов такое вот разнообразное мне поднимает настроение сейчас я иду встречать с крестинку вот я начала снимать влог да такая думаю чё похожу погуляю с нему тут брат звонит давай увидимся тут кристина приезжает вообще короче веселый вложек получится перед отъездом в москву все короче я пошла пошла кристина уже она в центре ждет меня наконец-таки мы крестик нулик посетил осветил просто своем присутствии как бузова делает буквально английской мы чё заспорили я думаю нет надо остановиться включить камеру не спорю кто спорит тот кучу не столь а спорщик еще тут обожаю с ним спорить дискутировать пожалуйста ну главное как назвать а давай подискутируем да это классно нас дискуссия получилась это вопрос в чем-то я включила камеру крис горючо с твоим настроением она чё говорит она у меня бьет ключом я горит и как-то мне ответила это по телефону что-то и показалось как всегда она она короче нет я говорю такая она такая она такая звонит она так и говорит антон алё я говорю второй фраз не хватало ты чё еще не здесь я такая еду думаю что-то кристосное настроение а она говорит я типа пошутила вот и моя шутила но думаю я задумалась почему еще не рядом короче она говорит подожди ты сказал что ты пошутила для чего камеру включила чашу тела просто я заметила что я очень много люблю кривляться и я пытаюсь себя тормозить потому что бывает это очень многое мне кажется скоро даже не хочу говорить об этом потому что это будет но я скажу все таки потому что надо все таки ввести себя по сдержанию иногда кто-то не понимает эти шутки кривляйки а иногда они оказываются неуместны но мне хочется все время кривляться да да но я-то включила камеру другой она говорит вот ты не понимаешь мои шутки я начала вспоминать все крестинкины шутки и просто поняла что я говорю крис вот я это не сказала ей включила камеру чтобы сказать что крис я очень грубая у меня да я понимаю грубые шутки а у тебя очень тонко чувство юмора ты иногда так тонко шутишь что человек реально только с тонким юмором может понять а я со своими всеми заботами могу немного так а блин у кристинки с вами заботами не у всех заботы и дела у всех нету человека у меня не замечет забот без дел это мертвый человек но нет а мне вот кажется что только у меня заботы и дела все вокруг отдыхают и я всем зависти все вокруг на заводах отдыхают вот на заводе я тебе говорю классно работать встал пошел отработал пришел домой отдыхать А вот такие творческие люди, как Селена Ивановна, например. Она работает, не покладая рук, с утра до вечера и ночи даже. Не покладая свои головы своих мозговых измирен. Да. Да, да, это все про меня. Ладно, короче, влог будет веселый, так как у нас Кристинка с нами. Все, мы поржем. И, кстати, она не знала, что я, оказывается, в Москву улетаю. Представляете? Сюприз, сюприз. Сюприз, да, она меня иногда прися называет. Мне кажется, это доприся звучит. Доприся, прикольное слово. Вот кто о чем, у кого что болит. Я думаю, что она мне в письме назвала, а потом перечитываю, там Ре буква есть. То есть принцесса. Да, принцесса, принцесса. Вот, и она не знала, что я еду в Москву. Я говорю, ты представляешь? На самолете едешь. На самолете еду, да, на колесиках. Я говорю, ты представляешь, как надолго ты меня покинула, что вообще не в курсе моей жизни. Что ты на это ответишь? Лучше поздно, чем никогда. Ну, это правда, да. Не то, что никогда. Не, ну, как бы, не то, что бы очень неплохо. Ты бы улетела, прилетела. А я не знала. А потом через месяц, ну, когда я там землю продавала. Ты землю продавала? Ты в Москве была? Когда? Да, да, да. У меня девчонки спрашивают, как дела, вот Ленусик Хэппи спрашивает, как дела у Кристины, что новое? Я говорю, вы знаете, у меня нет дел, забот, как у Селены. Мы три дня не созванивались, может быть, Кристина вышла замуж и родила детей. Да, у тебя нос выздоровела, голова не выздоровела просто. Ой, у меня голова вообще, по-моему, больная по жизни. Ладно, всё, мы идём загорать. Ты пойдёшь загорать, кстати? Нет. Ну, ты черныш. Я автозагаром мажусь, меня устраивает. Классно тебе. А я... Чего вот это вот портить кожу загарами? Слушай, ну... Автозагаром помазался и... В смысле загарами? А на солнышке кто загорает? Ну, на солнышке, естественно, и витамин D. Естественные прямые лучи. А в солярии... В обед не надо, не всё. Всё равно. Да не всё равно. Всё равно. А в солярии всё там, всякие крема, мало того, что защищают. Ты будешь намазать, когда ты идёшь на солнце, на озеро, на балкон выйди свой. Более того, когда на балкон ещё лучше. Подожди. Плохие лучи с стеклом. А для деловых людей, у которых нет времени, вот мне говорят, солнышко уже. Я говорю, да извините, это надо собраться, найти время. Вышла на балкон, собралась найти время и выйти на балкон. Подожди, нужно подождать, когда солнце сядет, упадёт так, как мне нужно. Разложиться там всё. И извините, это не пять минут, как в солярии позагорало. Мы начали за то, что что вредно, а что полезно. Кристинка любит дискутировать, мы не спорим. Диспутировать, диспутировать. Ладно, всё, короче, я солярий за, Кристина солярий против, она за естественные лучи. Даже не против, но просто это дорого. А для меня дорого было бы ждать солнышка и сидеть, загорать, сложа ручки на солнышке, когда можно быстренько забежала, пять минут, загар красота и побежала дальше делать дела. Ты поняла меня? А там есть еда? Там есть у них в пакетах морковный сок, будешь? В пакетах морковный сок? Да. Будешь? Да. Ну всё, тогда будет. Едем сейчас, интересуюсь у Кристины. Говорю, Крис, у тебя бесподобное, последнее видео, там всё, и камера стоит, свет, ты, настроение, супер-пупер. Она знаете, что мне говорит? Я наконец-таки... Поняла, что я тебе нужна. Нет, она говорит, вот девочки, вот кто блогерами хочет стать, непростая эта задача, а она на самом деле говорит, что она наконец-таки почувствовала себя блогером. Представляете, вот человек где-то стеснялся, зажимался, и вот, я говорю, скажи, пожалуйста. Да, не стеснялся, зажимался, я поняла, что... Да, ну люди зажимаются обычно, стесняются. Я поняла, что моя информация может быть полезна людям. Вот. Да, такая сужу, блин, как-то... Вот, а я ей всегда об этом говорю, что полезно, полезно, всё, она не осознавала этого. Да, мне кажется, что я, то, что я знаю, знают все. Нифига! Кому-то интересно. Нифига, Крис, это ошибка. Очень интересно, вот бывают банальные вещи, девчонки интересуются, спрашивают, им очень интересно всё это. Может быть, они это и знают, но им интересно твоё мнение. Да, мне написали там, кстати, я себе заметки сделала, уже много чего тестить с аптечки. Так как я люблю это. С аптечки. Так и давайте, Крис, поздравим, у неё уже 20 тысяч. Значит, эту Селину что-то купить, чтобы девочкам поздравить. Ты хочешь у меня в магазине что-то сделать? Ну, конечно. Ну, не прям, конечно, ну а что? Ну, давай подберём что-нибудь. Я тоже собираюсь в конкурс сделать что-нибудь тоже из магазина своего. Там будет совместно с Селиной Шопс. Супер! Селина Шопс, как я там... Супер! Да. Уже была комната к тебе взяла же, которую я говорила, с Фикса, и сейчас подберём ещё что-то. Класс! Всё, конкурс на 20 тысяч подписчиков. Поздравляем Кристинку, все участвуем. И ссылку на это видео, блин, оставить бы, но ты его попозже, да, снимешь? Короче, я на Кристины... Не, я тебе надо его завтра, почти завтра. На днях? Короче, если видео будет готово с конкурсом, я оставлю ссылку на само видео, здесь под видео. А если конкурс ещё не готов, я просто на канал Кристины оставлю ссылку. Я срочно, срочно, я и так... Давай, все ждём. Очень нелепо и стыдно, я уже давно должна была, хочу девочек. Я бы всем отдала всё. Интересно, что ты... Забирайтесь, весь мой дом, забирайтесь, всё. Ну, к сожалению, пока или 3, или 5 человека будут победителем. Сколько? 3, 5 ты будешь выбирать? Ну, я не знаю, что делать, я бы всем отдала. Ты представляешь, сколько шансов? Девочки, короче, все на канал Кристинки, ждите конкурс. Да, за 20, я же хотела на 20, а у меня чуть-чуть перевалило, спасибо большое. А ну, так всегда, так всегда, ты не успеешь ровно на 20, конечно. Спасибо. Ну, всё. Вау! Вау! Селены, зрители, замечание, что у Селены видео я лохматая в майках. Кристина, приведи себя в порядок. В одном из твоих видео ты своим подружкам говоришь, вы знаете, не нужно обращать внимание на свои недостатки, и никто на них внимания обращать не будет. А если кто-то обращает, сам дурак называется. Сам дурак. Зачем ты сейчас говоришь, что вот Селене сказали вот это, вот это, и все сразу такие посмотрели, оценили тебя. Зачем ты переливаешь? Она человек симпатичная. Ты красота. Голову помыла. Главное чистота. Я это вырежу, чтобы ты понимала. Не надо. Голова-то чистая. А то что не уложенная? Здрасте. Ты что, не накрашенная? Подожди, почему я подкрашена? Тон у меня есть на лице. Губки блеском накрашены. Так, а что ты тогда перед тем, как я включила камеру, начала? Тут, ой, я то не это, то не это, троллер. Да я так пококетничаю. А, ну ладно, тогда оставлю все. Так вот, хотела вопрос задать, что за ощущения ты испытываешь, почувствовав себя наконец-таки полноценным блогером? Ну что изменится? Ты включаешь камеру, и что ты? Что? Ну поделись. Я чувствую, что на той стороне зритель. Нет, не зритель, не зритель, а чувствую, что на той стороне девчонки классные. А до этого не чувствовала. До этого я стеснялась. Чуть-чуть. Да нет, ну что за вопрос? Короче, я поняла. Ты меня в ступор загнала. Не знаю, что я чувствую, но я хочу, раз я хочу общаться, делиться мнением. В частности, вот следующее видео уже тебе сказала, тест, обзор помады. То, что просят, да? Да, потому что я сама не пользовалась, мне интересно, и девочка написала, что интересен мой отзыв. Я напишу. Вернее, сниму, напишу, сниму. Короче, ты поняла, что ты это делаешь не просто так, а ты делаешь какое-то полезное дело. Да, я всегда хотела сделать полезное дело. И это только начало. Я хочу такие видео полезные. Ну, конечно, оперировать я не буду в видео показывать, как аппендицит вырезать. Но, например, как привести себя в форму. Да, Кристинка, кстати, это умеет. Приводить, как привести себя в форму, как из неё выйти. Это тоже очень важно, надо красиво это уметь делать. А потом в фотошопе можно это всё убирать. Короче, Кристина вас научит всем трюкам женским. Как обмануть весь мир. Не, подожди. Не, ну и как обмануть в том числе, да? Не обмануть, а поверить. Как поверить в то? Чего нет? Чего могло бы быть? Как поверить в то, какой ты должен выглядеть? Короче, Кристина трюкач во всех смыслах и в реале, и виртуальной реальности. Короче, все к ней на канал. Я чувствую, будет огончик. После 20 тысяч подписчиков, которые к ней пришли, и теперь просят её личного мнения. Она, короче, ты наденешь на себя корону? Слушай, давай следующий видео в короне. И ты такая... Подожди. Сейчас расскажешь. А ну даже сейчас уже... Смотри, подождите. Шутят. В следующем видео будет корона, а пока такой маленький нимб. Такой. Ну такой же, растёт такой. Такой набор. Короче, главное... Я шучу, конечно. Главное во всём этом... Я шучу. Главное, корону не надевать. Главное во всём этом... Мера. Нет, главное во всём этом, что ты чувствуешь себя... Богиней. Я богиня дискотеки. Чутко мне никто не подходит. Пошли, да, там не зайдёт. Чутко мне никто не подходит. Я богиня дискотеки. Девочки. А вы знаете, что сегодня за день вообще? Кристина вам что-то хочет сказать. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. You shop. My shop. My Selena's way today is... Happy birthday. My shop... Lally shop. And now... My... One month. Little juice. My shop... Всё, что мы знаем, да. Вообще, мы сейчас идём такие на расслабончике, и я вот сейчас вышла из машины, и такое ощущение, что я плыву, и также медленно, плавно разговариваю. Короче, мы сегодня с Крис будем отмечать. Мы сейчас вот проезжали мимо цемлянских вин, сейчас мы туда зайдём и купим шампунь. Только наше шампанское, которое производится неподалёку от Ростовской области. Здесь за углом производят. Где-то там фирменный магазин, брендовый. Брендовый, да, бредовый, бредовый. Вот. И да, сегодня месяц. Сегодня я буду подсчитывать, сколько же я заработала. Чисто минус. Сразу могу сказать, это очень... Капуста? Очень немного, очень немного. Морковки. Капусты. Очень немного. Ожидала, конечно, что будет больше, но меньше всё получается именно за счёт того, что у меня небольшая наценка и цены небольшие. Из-за этого нужно продавать очень много, для того, чтобы было, ну, как бы, много, да. Но в целом мне нравится заниматься этим делом. И я всё равно получаю удовольствие. У меня какие-то даже вот себе покупки стало проще. Раньше я брала всё, что видела. А сейчас я это всё покупаю в магазин, и у меня как будто потребность в носке всего этого, она как бы, ну, я как будто удовлетворила, да. Мне вот надо иногда порой купить. Не столько носить, сколько купить. И я вот как истинная шапогёл удовлетворяюсь. Пойдём сначала в вина зайдём, да? Конечно, вина. Вот. Короче, мы отмечаем. Мы попали в мир праздника. Но, девочки, на самом деле не думайте, что алкоголь устроит вам праздник. Нет, можно чисто пригубить, не злоупотреблят. А то будете выглядеть некрасиво. Люди, которые много пьют, у них потом щёки такие. По лицу прям видно бутсал. Так что чуть-чуточку. Короче, мы с Крестенькой пришли, вот открыли это шампанское розовое, цемлянское, да? Как тебе? Ты понюхала уже. Неплохое. Неплохое пока сейчас по вкусу, но для меня вот сухое не люблю. Моё всё-таки полусладкое. Оно бывает полусухое вкусное. Это просто почему-то. Полусухое я люблю только вино Гевустрамини. Моё любимое. Вот его я люблю белое, сухое, потому что оно сухое, очень сладкое. А я у тебя плохо получаю, но я не люблю. Нормально ты получаешь? Вот, и я пью сейчас за то, что уже месяц нашего магазина... Вау! Воу! Все такие воу! Ву! Не надо стесняться. Ну, короче. В общем, мы пьём за то, что в моём магазине месяц, и я очень рада, мне всё очень нравится, мои девочки меня и поддерживают, и я вижу, что есть желание у многих просто что-то именно у меня купить в магазине. Не столько, сколько был другой какой. Крис тут пока это... Причёски меняет, радует, нас веселит. Мы тут с вами поболтаем. Вот. И уже почти месяц, два дня, через два дня будет месяц, как я живу в этой квартире. В общем, всё потихоньку удаётся, всё потихоньку работает. Всё такое. В общем, пьём за то, чтобы так всё и было. И было лучше. Я. За вас. Какая умничка! Вот так, да. Маме скажи, я помогаю маме. Мама проснулась, скажи? И вот пока она там кофе, я вот решил подмести. Хотя всё чистенько, тут нечего подметать. Но я решила, он раньше лоско валяется. Дэн, ты лучше поподнимай, вон пакеты, вон крестинкины стоят. Не надо. Поубирай по углам всё. Вон ноги крестинкины идут. Не надо. Чё не надо? А чё это лежит? Ложка, Дэн? Ты успел ещё ложку? Ложку? У нас в доме так вот всё валяется. Это кто поиграл немножко? Дэн поиграл немножко. Ты хочешь всё это подместить теперь? Своё ручками. Доброе утро, мои хорошие. Кстати, вот я намазалась автозагаром, и немножко вот краснота, она как бы такая испала на следующий день, и как бы я такая как будто затонировалась. А у меня офигенный, кстати, автозагар. Сейчас покажу вам. Вот он. Я им пользуюсь уже давно, его хватает надолго. По-моему, уже он у меня третий сезон. Я не знаю, какой у него срок годности, кстати. Кстати, может, у него срок годности уже прошёл, но он работает хорошо. Сейчас я скажу. Тут не написано. Сразу вот так я не вижу, на вскидку, какого срока годности. Но он работает хорошо. И мне нравится, знаете, чем? Здесь, короче, сейчас я объясню. Вот такая штучка маслянистая. Видите? Я за всё это время, она очень, ну, как бы, её надолго хватает. За всё это время я вот столько расходовала. Вот такая вот. Видите, сколько у меня нет? Это за три сезона я только вот столько расходовала. И чем мне нравится? Тем, что вы можете использовать любой крем, который вы любите. То есть, если вы хотите намазать лицо, вы берёте свой крем, который вы используете, увлажняете лицо там, да? И с ним смешиваете, например, ну, я пять капель смешиваю. Я уже такая потемнела немного. А так можно четыре капельки смешать. И он такой, не так, что он прям полностью прям загорает ваше лицо там, и всё, и вы такие прям черныши. А потом смываетесь с белёсовыми пятнами. Нет. У него именно такой накопительный эффект. То есть, через день можно помазаться. Там вышли из душа, чуть подмазались. И смотрите. Но он достаточно быстро набирает. И да. Я о нём уже много говорила. Просто у меня новых зрителей за последнее время много прибавилось. Вот, может быть, кто не знает. Стоит он, в принципе, вот я даже не помню, сколько он стоит. Но не дёшево. То есть, ни 300, ни 500 рублей. Там, может быть, тысячу с чем-то. Может быть, две. Не помню, девчонки. Посмотрите, потому что у них бывают акции. Я вот брала в Ревгош, вроде бы. Вот. И для тела я использую и в Роше офигенские... Блин, покажу вам сейчас. Он просто очень хорошо впитывается. Вот с этими автозагарами, что хорошо, чтобы... Какой крем хорошо использовать? Который быстро впитывается. Потому что вы же входите потом, вам надо высохнуть. А если крем жирный и не впитывается хорошо, то он потом будет оставлять следы. Сейчас покажу вам. Готовимся к лету, чтобы быть красивыми, да? Сейчас я вам секретики свои расскажу. Вот. И в Роше вот этот вот. Тоже когда-то давно мне дарила девочка. И на удивление он мне прям понравился. Его уже тут чуть-чуть осталось. Он быстро впитывается. И с автозагаром классно. То есть я накапываю на руку. Там чуть-чуть себе, да? На одну зону какую-то. Делаю пять капель туда вот этого. Перемешиваю пальчиком. И наношу... Или не пальчиком, а сразу между рук перетираю. Вот так вот. И наношу на одну зону. И так каждую зону опять сделала себе. Опять пять капель добавила. Там, например, я делаю только голени там. Или всю ногу там, да? Смотря сколько крема выдавлю. Вот. Ну, я сейчас такая вот. Мне кажется, прикольная. Загоряшка. Рожки мои. В итоге решила с вами попрощаться. Потому что сегодня день, когда я уже все потихоньку собираюсь к отъезду. И думаю, что в следующий влог вы увидите уже мою поездку. На вокзале, короче, встретимся. Не на вокзале, а в аэропорту. Вот. Кристинка сегодня со мной весь день проводит. Мы будем снимать для вас. В общем, работать, трудиться. А потом... Потом я остаюсь у мамы. И утром рано я уезжаю в аэропорт. Потому что вылет у меня вообще в 6.30. А за два часа я должна быть в аэропорту. Короче, часа в три надо встать и ехать. Примерно. Ну, все. Увидимся в аэропорту в следующем влоге. А так, между этим, будут прикольные видео для вас. Му-му.